всем большой привет добро пожаловать на наш канал просто рецепт сегодня хочу показать вам два варианта очень вкусной полезной каши без использования коровьего молока оставайтесь со мной будем готовить вместе для рисовой кокосовой каши мне понадобится один стакан 250 миллилитров кокосового молока она сейчас продается в любых магазинах можно приготовить даже дома в домашних условиях это очень просто и легко также понадобится 250 миллилитров воды 2 столовые ложки кокосовой стружки 100 грамм круглозерного риса 1 столовая ложка сахарного песка треть чайной ложки соли я взяла еще пол чайной ложки ванильного сахара с натуральной ванилью и немножечко корицы в кастрюльку высыпаю рис и добавляю воду поставлю на огонь и сварю рис до полного испарения жидкости рис я буду готовить под закрытой крышкой сначала довожу до кипения на высоком огне затем убавляю на самый минимальный и уже варю до готовности теперь когда вода полностью испарилась добавляю к рису кокосовое молоко сахарный песок соль ванильный сахар и немножко корицы и кокосовую стружку все перемешиваю дам еще раз закипеть и поварю буквально 5-7 минут теперь отключаю огонь и оставляю кашу еще на 5 минут просто отдохнуть и потомиться для второй каши мне понадобится 400 миллилитров овсяного молока одна чашка объемом 200 миллилитров овсяных хлопьев длительного приготовления столовая ложка сахарного песка и треть чайной ложки соли для этой каши я приготовлю карамелизованные бананы и для этого мне понадобится один банан немножко кокосового масла или другого растительного и две столовые ложки коричневого сахара для карамелизации берите бананы крепкие не переспелые сначала я приготовлю саму кашу в сотейник высыпаю хлопья добавляю молоко сахарный песок и соль поставлю на огонь и буду варить до готовности овсяных хлопьев кашу во время приготовления периодически перемешиваю и готовлю с приоткрытой крышкой на небольшом огне каша у меня готова оставляю ее под крышкой а а пока подготовлю бананы банан очищу и нарежу на кружочки они должны быть не толстые и не слишком тонкие на сковороду высыпаю сахар добавляю буквально столовую ложку воды и сахар должен полностью растаять огонь должен быть небольшой как только весь сахар растаял получилась такая вот карамель добавляю масло снова еще раз хорошо перемешиваю и в эту карамель добавляю бананы тщательно все перемешиваю и буквально обжариваю все вместе одну минуту и эту минуту я готовлю на сильном огне все отключаю бананы готовы и вот такие две замечательные каши у меня получились каждая каша по-своему уникальна и по вкусу и по ингредиентам рисовая кокосовая каша очень кремовая нежная все в ней отлично сочетается и кокос и немножко ванили и немножко корицы гармоничное сочетание вкусов и специй превратили обычную рисовую кашу просто в праздничное блюдо и овсяная каша на овсяном молоке получилась невероятно нежный очень вкусный а карамелизованные бананы добавили еще аромата и вкуса с такими ароматами добавками даже обычная скучная каша может стать совершенно уникальной я вам всем рекомендую готовить каши на завтрак или на ужин это полезно легко и просто готовьте с любовью оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и пишите свои комментарии я всех от души благодарю за просмотр желаю вам прекрасного настроения до скорых встреч и пока 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 пока